приветствую вас дорогие друзья добро пожаловать как и обещал хочу сделать видео обзор или даже наверно сказать сравнение двух ароматов одинаковых ароматов это Estee Lauder used you или просто по-русски роса юности у нас есть вариант винтажный вроде бы как середины 90-х может 93 год не знаю что-то как-то так нам рассказывала продавец то есть коробочки в принципе у обоих ароматов они похожи так скажем то есть тут разница как бы небольшая если говорить про коробки также есть и штрих-коды есть и бач-коды то есть все предполагается все это есть только размеры конечно вот если говорить разные у нас было то сколько 45 миллилитров вроде бы как водичка и вот буквально на днях нам антон антон иванцов отправил еще один вариант used you новодельный уже в 67 миллилитров и когда я только попробовал конечно я сразу был несколько удивлен потому что ароматы вроде бы как похоже это вроде бы все та же самая роса юности но звучит это но несколько иначе сейчас будем рассказывать как все это отличается различается что лучше выбрать на чем лучше остановиться и так далее там подобное вынесу свое экспертное мнение свой вердикт так скажем шутка минутка в общем смотрите флакончики прекрасный то есть великолепнейший в нашем винтажном варианте сразу видно цвет жидкости он такой более темный уже такой более густой настоявшийся в новоделе цвет прямо ну действительно кока-кола я не знаю для меня это на самом деле цвет жидкости колы и плюс ко всему прочему я уже как бы не один раз рассказывал что когда нюхаешь этот аромат спульверизатор неважно винтажный или это новодельный я прям слышу запах колы прямо такой знаете такой теплый уже налитый в стакан пузырьки уже вышли из аромата и прям на остатке вот запах теплый остывший без газов колы вот действительно так это и есть я не знаю возможно такое было вот была такая задача особенно у эстелаудер в то время да в те годы далекие времена все таки это исключительно как бы их напиток и чтобы возможно это как-то напоминало им это я сейчас рассуждаю представляю то есть они говорят что это так было ну наверное об этом самом замечательном напитке тем более аромат называется роса юности то есть это такое свежая молодежная да такое вот наверное популярная в 50-е вроде бы года до выпущены выпущены ароматы я вот вечно под путаю как бы вот время создания аромата ну то есть я так предполагаю потому что если по нашим нынешним меркам назвать вот этот аромат роса юности но у меня бы лично из язык не повернулся потому что он очень ушел густой и очень уж тяжелый для росы юности то что но это в моем понимании должно быть что-то прям более такое легкое акватическое может даже вот из японского репертуара ну что нибудь даже из разряда разряда алю паркинзо я думаю многие из вас знают аромат поэтому здесь в моем понимании горосы юности тем более этот аромат не дотягивает ну да ладно то есть как они захотели так оно и называется в общем винтаж винтаж и новодел винтаж он очень густой он очень яркий в нем есть много животных анималистичных нот и заметный нарцисс то есть нарцисс у него очень яркий очень такой знаете весенний густой прям но со всеми вот этими вот вытекающими последствиями которые многие не любят в ароматах то есть вот это вот именно грязь вот именно животность и все это в нем есть и нарцисс точно такой же то есть но я думаю многие из вас знают как пахнет природный нарцисс есть у него такой вот легкий душок не буду говорить какого вам плана я думаю вы и сами это прекрасно понимаете и когда я получил на воде вот этот вот потрясающий красивейший я его только распылил на кожу распылил на блотер на карину и еще только вот осталось кошек наверно по прыгать для полного счастья нарцисса нет нет грязи нет вот этих вот животных нот абсолютно нет то есть аромат целиком и полностью лишён всего этого не знаю плюс ли это или минус ну наверное для многих людей все-таки я думаю плюс особенно для тех кто не мог носить винтажный вариант раз и юности или даже вот в те годы так когда он был популярен может быть он только появился там скажем нашей стране многие может быть его и не могли носить и не любили за вот эту излишнюю животную такую вот ну грязноватость да такой вот не знаю как это правильно так культурно назвать чтобы не отпугнуть вообще в принципе людей от винтажа потому что лично мне вот этот вот душочек вот этот нарцисс вот такой вот животный дух этого аромата он наоборот очень нравится на фоне вот именно пряных коричневых гвоздичных нот дымных но то здесь и присутствие ладана есть и угля вот именно и ладана на углях то есть все это есть в этом аромате как есть и в этом аромате то есть в этом отношении они абсолютно одинаковые все это есть есть и пряные ноты и коричные ноты и вот уголек и лазан все это есть нет нарцисса вот это самое главное что заметил в нем нет нарцисса даже от сравнивая с версией амбер нют наверное надо было тоже взять его в видео. Амбернют вот такая маленькая малышечка, у меня уже кончается, я плачу вообще, я плачу, что у меня этот аромат заканчивается, и нет возможности приобрести ее в большом флаконе. Это вроде бы 2003 год выпуска аромат, и здесь есть вот этот самый нарцисс, вот это вот тоже животное, грязноватая такая вот ноточка, приятная, интересная, вот красивая. Но я думаю, многие из вас понимают, что я имею в виду под словом нарцисс, под словом грязь. То есть я не говорю, это прям что-то такое страшное, там какое-то вот такое, нет, то есть ни в коем случае это очень аккуратно, такое деликатное, даже вот не побоюсь этого слова, наверное, сексуальное такая вот, знаете, вот грязноватость. Она есть в Амбернют, и есть в винтажном варианте. В Новоделии, насколько я вот заметил, ее убрали вот эту вот ноточку такую вот, и я вот сколько вот уже не один раз рассказываю про Росоюность, и знаю, что эти ароматы между собой сравнивают, как и опиум, и Киноварь, Синабарь, Сисинабарь, от того же Эстеллаудер, да, я всегда говорю, что это ароматы абсолютно разные, то есть вот я никогда не сравнивал Росоюности с вот этими двумя ароматами. Опиум и Киноварь между собой для меня похожи, Росоюности, она стояла для меня вообще вот всегда отдельно, до сегодняшнего, как говорится, дня, до сегодняшнего момента, пока я не получил Росоюности от Антона вот в таком вот флаконе на 67 мл. Вот этот товарищ, он да, вот он уже в направлении опиума, Киноварь от Эстеллаудер, но со своими какими-то вот особенностями, со своими нюансами, то есть вот сейчас в новоделе он даже больше мне похож на опиум, чем если говорить про винтаж, то есть вот здесь вот он выделялся на фоне вот этих вот всех ароматов, которые я называю, именно вот этой своей такой вот нарциссовой ноткой, вот такой вот весенней грязноватой. Сюда же я даже могу отнести, знаете, вот буквально недавно на трансляции даже вот мы вспоминали про шпалы, про криозот, вот криозотистая такая, даже вот нота в нем есть, то есть вот эта самая вот смазка, жижа, которая, да, вот эти вот пропитывают шпалы, вот есть нечто похожее в нем. И лично для меня это прекрасно, для меня это великолепно, потому что он густой, он плотный, он объемный, он даже душный для кого-то может быть, он тяжелый, но, кстати, есть один замечательный такой вот момент, он не совсем стойкий, то есть вот винтаж с меня, он слетает буквально часа за 4-5, то есть довольно быстро я его перестаю слышать, что я не могу сказать про новодел. Новодел в этом отношении очень стойкий, то есть он держится не менее 8 часов на нейму. Позже это хорошо, это красиво, в общем, если вот говорить вот так вот, если вы не любили расу юности, не любили в те годы, или у вас был винтаж, и вы в нем как-то разочаровались, там я не знаю, покупали вслепую, я советую брать именно новодел, то есть он лишен именно вот этой грязноватости, вот этой грязности, вот этой животности, нарциссовости, мускусности и всех вот этих вот для многих людей нелюбимых вещей, то есть в нем этого абсолютно нет, он чистый, он рафинированный, он элегантный даже, можно так сказать по-своему, и действительно он ближе вот к названию первоисточника расе юности, то есть он такой аромат, который вот, ну почти, наверное, даже можно сказать, что подойдет, или, ну для молодых, так скажем, да, для вот, для юности, хотя, ну опять же таки, это все очень сугубо лично, кто-то может и наоборот, в свои там, скажем так, 18-20 лет использовать исключительно винтажные ароматы, никаких вот этих вот акватических свежачков, а кто-то может быть и наоборот, в общем, как-то вот так вот, но если говорить про амбернют, тоже пару слов, но это тоже что-то великолепное, здесь вот в принципе есть все то же самое, что есть в винтаже, только еще есть что-то конечно шоколадное, вот в амбернют, есть в нем что-то такое вот интересное, вот заманчивое, вот вообще прям притягательное, великолепнейшее, я знаю, что этот аромат делался в тот период, когда домом Estee Lauder занимался всеми нами любимый Том Форд, то есть он приложил руку к созданию этого аромата, поэтому даже где-то вот на каких-то ранних коробках или даже может быть сейчас на коробках написано его имя, то есть это вот как бы вот при его содействии было выпущено, и поэтому он, видимо, очень, кстати, стойкий, он вообще держится, ну, наверное, точно сутками держится, потому что я помню, был у меня такой случай, я вечером после душа нанес этот аромат, лег спать, проснулся утром, и поверх нанес какой-то абсолютно другой аромат, и он слетел очень быстро, и сквозь тот аромат я слышал базу вот этого амбернютра селенности, ну, то есть, вы представляете, да, поверх вот этого аромата, наносит другой аромат, тот уже все, и вот амбернют он звучит во всех красках, в общем, прекраснейший, я обожаю вот эту всю красоту, видел, что есть еще всякие гели для душа и мыла, есть флаконы в других каких-то квадратных флаконах, в общем, хочу попробовать все, чтобы, как говорится, сравнить и знать все вот эти вот нюансы, моменты, какие у них общие ноты, какие у них различные ноты, ну, чтобы насладаться, и вообще, короче, поливаться этим ароматом с ног до головы, пару пшиков винтажного, пару пшиков новодельного, плюс мыло, плюс гель для душа, и было бы вообще, наверное, великолепно. В общем, пишите, ребята, рассказывайте свое мнение по поводу этого аромата, любите, не любите, какой предпочитаете, например, вы, винтаж или же новодел, например, но я думаю, все-таки в наше время сейчас лучше советовать, я бы, наверное, советовал бы именно новодел, потому что он мягче, он в некоторой степени даже прозрачнее, что ли, акварельнее, если можно так выразиться, насколько это возможно для подобного вообще, в принципе, направления аромата, потому что это, ну, сами понимаете, это теплые, горячие, такие вот разгоряченные специи, гвоздики, корицы, да, это смолы, ладаны, бензоины, лабданумы, ну, плюс, конечно, цветочный какой-то профиль в нем, безусловно, есть, но цветы, это все-таки, как-то, знаете, очень размыто в этих ароматах, что не скажешь, конечно, опять же-таки про винтаж, и здесь я слышу очень яркий, очень сочный, вот именно такой весенний, душистый нарцисс с криазотово, вот именно шпальным каким-то вот таким вот акцентом, как-то так, в общем, пишите, ребята, пишите, жду вас в комментариях, всем спасибо за просмотр, Антону огромное спасибо за флакончик новодельного варианта, раз юности, мы счастливы, мы, правда, очень счастливы, спасибо, Антону, спасибо, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр, жду вас в комментариях, до скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!